Михаил Делягин Вместо пенсий офицеры будут получать пособие на переподготовку. Очередная людоедская пенсионная реформа, крадущая у мужчин 5, а у женщин 8 лет жизни и не имеющая никакого реального обоснования. Кроме, похоже, алчности либералов, их нежелание платить налоги и ненависти к России. Разработана научно-исследовательским финансовым институтом Минфина НИФИ. По крайней мере, такое впечатление возникает из выступлений директора этого института Назарова на финансируемом Конгрессом США пропагандистском радио «Свобода», эффективно внедряющем в сознание российского общества самую дикую клевету на Россию, надо отметить при полной поддержке либералов в российской власти. Сам 35-летний Владимир Назаров достойный выкормыш либеральных дикарей. Окончив с красным дипломом Институт управления Финакадемии при правительстве РФ, защитил там же кандидатскую диссертацию по межбюджетным отношениям, отличающимся абсолютным произволом, и насилием либералов федерального центра по отношению к регионам под прикрытием мнимой наукообразности. И сразу же, в 24 года, возглавил лабораторию бюджетного федерализма Института Гайдара, в котором работал со студенчества. Студентом стажировался в Университете Западного Онтарио и в Канадском Минфине. В 31 год возглавил НИФИ Минфина и одновременно стал первым замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС, возглавляемый верным помощником Гайдара МАУ. Подробно разбиравшие его высказывания аналитики вполне обоснованно говорят о его умственной и нравственной невменяемости, что, вероятно, обеспечивает его высокую востребованность либералами. В 20 лет он был награжден медалью РАН за анализ финансового выравнивания уровня социально-экономического развития регионов России, в 29 лет Орденом Дружбы за участие в разработке провальной стратегии 2020, включен в первую сотню президентского резерва управленческих кадров. Защищая буквально с пены у рта либеральное людоедство, бессмысленная жестокость, которая вызвала недоумение даже у такого патентованного деятеля, как Милов, Назара, в частности, говорил о пенсионной и налоговой реформе. Цитирую. «К сожалению, половина нашего предложения прошла, остальное потерялось в пути». И. Мы советовали по три месяца в первый год повышать пенсионный возраст, дальше шесть месяцев, дальше девять и дальше двенадцать. То, что нефиминфина является ключевым разработчиком налоговых и пенсионных катастроф, организуемых либералами в России, чего стоит одно лишь удорожание бензина из-за налогового маневра правительства Медведева, вполне естественно и следует из его прямых обязанностей. В этом отношении особое значение приобретает интервью его директора Назарова, который в октябре 2016 года заявил, цитирую. «Тем, кто собирается выходить на военную пенсию, надо вместо пенсии предложить социальный контракт. Когда человек заканчивает военную службу, если он не инвалид, надо дать ему деньги на переобучение, дать большое выходное пособие, чтобы ему хватило на год-два безбедной жизни. И после этого он, как нормальный член общества, вполне может работать на другой работе». Предполагалось, что после подобной реформы бюджетная экономия может составить 500-700 миллиардов рублей в год, если речь пойдет не только военнослужащих, но также сотрудников правоохранительных органов и органов уголовно-исполнительной системы, служб безопасности и внешней разведки, пожарных подразделений, следователях, прокурорах и так далее. Правда, на американском радио директор НИФИ Минфина милостиво согласился с возможностью офицеров все-таки получать военную пенсию, но лишь по достижении общегражданского пенсионного возраста и, вероятно, на общих с гражданскими основаниях. В свете влиятельности НИФИ Минфина, очевидной в свете повышения пенсионного возраста, а также слов первого вице-премьера, министра финансов РФ Силуанова, вероятно, что лишение офицеров всех видов службы досрочного выхода на пенсию и перевод их на общие основания является лишь вопросом времени, причем небольшого. Речь идет о сознательном и предельно циничном демонстративном оскорблении действием российским государством офицерства и, в целом, всех сотрудников правоохранительных и силовых структур, которые невозможно было себе представить даже во времена распада СССР. После такого шага служба в армии и правоохране станет, очевидно, бессмысленной, откровенно невыгодной по сравнению с работой на гражданке, за исключением, разумеется, коррупционеров или лиц с неустойчивой психикой. Таким образом, российские либералы уничтожат российскую армию и окончательно, насмерть, до гаитянского уровня коррумпируют правоохранительные структуры, что полностью лишит Россию конкурентоспособности и, вероятно, приведет ее к быстрому уничтожению. При этом данные меры вызовут прямую и массовую враждебность армии и правоохраны лично к президенту, что сделает их в лучшем случае нейтральными в случае цветной революции или иной формы государственного переворота. В свете не имеющего оправдания людоедского повышения пенсионного возраста, такое развитие событий представляется вполне вероятным, а крах нынешней либерально-коррупционной государственности России почти неизбежным. «Излишне говорить, что обманутая и изнасилованная либералами армия не будет защищать не только их, но и предавшую своих солдат Россию, и тогда захватить всю нашу страну, а не только Крым, сможет не только НАТО, но и любой мелкий киевский гауляйтер, который покажется меньшим по сравнению с российскими властями злом». Михаил Делягин читал Павел Иванов специально для информационной сети «Аврора». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова